Влажный и заболоченный пейзаж Он был известен как Фенланд. Область была загадкой для большой части страны, включая и короля. Король Камл хотел с большей пользой использовать данный участок земли, и он вызвал графа Бетфорда, чтобы этот ему посоветовал. Преуспевающий голландский инженер Корнелиус Бермоеден был назначен разработать план, как вернуть землю и превратить мокрый фенот в плодородную почву. Созав тренажные каналы для течения воды, через некоторое время земля станет достаточно плодородной для выращивания сельскохозяйственных культур. Тем не менее, местные люди, живущие в Низине, были довольны своим образом жизни и не хотели, чтобы их земли, на которой они проживали, изменились. Даже несмотря на неодобрение плана местными жителями, работы продолжались, а работники для этого искались в Европе. Многие люди чувствовали себя преследованы во Франции, в Бельгии из-за обещаний лучшей трудовой жизни в Англии. Рытье тренажных каналов было неумолимой работой для новых поселенцев. Несмотря на всю усердную работу, наем новых поселенцев вызвал еще большую враждебность местного населения, Низине. Из-за этого многие работники были вынуждены покинуть свои дома и работу. Внутренний конфликт Англии и гражданская война разделила страну на две части. После того, как закончилась гражданская война, многих шотландцев взяли в плен. Они и дальше были вынуждены продолжать рыть тренаж. Условия труда описывались как ад. Распространилась малярия, и многие пленники умерли во время работы. Было решено выродлинный прямой тренаж, который известен как Бетфорский тренажный канал, который направит избыток воды из Великого Ужа в Воша залив и Северное море. Уровень воды был бы контролируемый главными воротами в Денвере. После десятилетий напряженных работ новая дренажа-система была успешна. В конечном итоге земля стала самой плодородной и богатой землей в сельском хозяйстве, и Низина стала жизненно важным поставщиком еды в стране. Паровой век и изобретение паровых двигателей ускорило работы водяных насосов, а также усовершенствовало всю систему. Тем не менее, все еще была большая проблема таяния снегов после зимы, которые вызывали потопы. В конце концов, параллельно Бетфорскому дренажному каналу был вырод дополнительный канал, для того, чтобы можно было перенаправить больше воды. Длинный чашляк между ними используется как пойма, которая защитит окружающую почву. Это место стало известно как Прибой Ужа. Прибой Ужа стало одним из самых важных убежищ для дикой природы в стране. В настоящее время там живут много редких бабочек, мотыльков, насекомых и птиц. Такие, как и российский хобби, шелокотлевка и желтый трясогубский. Многие водоплавающие птицы и рыбы, в том числе и золотые, живут в море или на нем. Субтитры подогнал «Симон» Весной и летом рядом с заливными луками пасется рогатый сход, а в осенне и зимние месяца они перемещаются в другие места, потому что Прибой становится главной местной землей в защите от наводнений. А также это место зимой любимо тысячами лебедей, которые мигрируют из Скандинавии и России. Прибой УЗА и в будущем будет очень важный для дикой природы и безопасности окружающих городов и деревень от экологических угроз. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»